Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий Олжас Байдельдинов. Каким 2016 год был для нефтяной отрасли? Об этом мы сегодня поговорим. У нас очень интересный гость, вице-министр энергетики Макзум Маратович Мерзегалиев. Макзум Маратович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень много вопросов, конечно же, к вам. Очень много вещей хотелось бы узнать, выяснить. Если вдруг какие-то вещи некорректные будут в виде вопросов, с учетом того, какое положение вы занимаете, какого уровня чиновников, вы поправьте нас. Спасибо. Договорились. Первый вопрос, конечно же, итоги года для нефтегазовой отрасли. То есть, с одной стороны, была такая не очень негативная ценовая конъюнктура, но Казахстан в противовес, можно сказать, как-то таким образом, антикризисным, заявил о запуске целого ряда крупных проектов. Ну, в целом, как год прошел для нефтянки? Ну, я думаю, 2016 год он прошел для нефтяников достаточно неплохо. И, наверное, для Казахстана он ознаменовался целым рядом таких очень знаковых и крупных событий. Первое. Ну, во-первых, в июле прошлого года мы запустили проект будущего расширения. То есть, запустили и санкционировали. Тенгиз. Было принято инвестиционное решение по проекту Тенгиз. Очень крупный проект. Сегодня, вы знаете, на Тенгизе добывается порядка 27 миллионов тонн нефти ежегодно. И инвесторы посчитали, что даже при той негативной ценовой конъюнктуре, которая складывалась на протяжении последних двух лет, в любом случае, деньги вкладывать в месторождение нужно. Ну, и самое главное, наверное, можно. И выгодно, да, соответственно. Да, и выгодно. Поэтому, соответственно, решение было принято. Что это даст? Это позволит, во-первых, добычу нефти увеличить на 12 миллионов тонн, то есть, довести ее до 38-39 миллионов ежегодно. Стоимость проекта будущего расширения оценивается в 37 миллиардов долларов. Это, ну, понятно, это огромный уровень инвестиций. Это один из крупнейших, в целом, наверное, проектов в мире сегодня. Ну, и будет создано около 20 тысяч рабочих мест на этапе строительства. Второй очень крупный проект, который у всех на слуху уже много-много лет, это, естественно, Кашаган. И вы знаете, что осенью прошлого года мы его запустили. На сегодня хочется отметить, что Кашаган уже запущен. Добыча ежедневно осуществляется на уровне порядка 160-170 тысяч баррелей в сутки. Мы добываем, никаких проблем, что надо сплюнуть на этом проекте, мы сейчас не замечаем. То есть, все движется достаточно нормально. Ну, и, наверное, важным было на месторождении Кашаган, что в прошлом году, в ноябре, мы также санкционировали проект, который называется «Центр компримирования» 0.1 CC01, который позволит увеличить добычу на Кашагане с 370 тысяч баррелей. Это то, что сегодня в рамках первого этапа, мы сейчас вышли на 170, но мы будем постепенно наращивать до 370. Позволит нам выйти на уровень в 400-450 тысяч баррелей в сутки. Вот, наверное, две крупные вехи прошлого года. Хотелось бы дополнительно отметить, наверное, такую глобальную инициативу, к которой Казахстан также в прошлом году присоединился, это решение ОПЕК о заморозке и о снижении добычи. Вы знаете, что в целом, наверное, Казахстан, мы не являемся участником ОПЕК, но с учетом той отрицательной или негативной конъюнктуры цен, которая была, на нас вышли ряд стран с просьбой поддержать и к чему мы присоединились. Мы взяли на себя обязательства по снижению добычи на 20 тысяч баррелей в сутки. Это, в принципе, небольшой очень объем, но, как мы видим, результат он не заставил себя ждать, и сегодня цена на нефть более-менее стабилизировалась на уровне 55-56 долларов за баррель. Ну, это действительно знаковое событие. Честно, с гордостью всегда наблюдал и читал новостные сводки от мировых агентств о том, что Казахстан и ряд стран присоединились к этой инициативе, участвовали в этих переговорах. Не знаю, насколько корректно и возможно ли такой вопрос задавать вам. Может, какие-то интересные вещи, детали из переговоров ОПЕК можете рассказать, поделиться? Ну, я хочу сказать, что в прошлом году эти встречи проходили не один раз. По-моему, ежемесячно. Они проходили, вы знаете, и в Дохе, еще весной прошлого года, после этого была встреча в Вене. Все эти встречи всегда проходили только по выходным, потому что... Когда рынки закрыты, да? Когда рынки закрыты, понятно, что спекуляционные ожидания были очень большие, и любое решение в ту или иную пользу, оно может, соответственно, очень сильно повлиять на цену. Да, и оно может пойти или вверх, или, соответственно, вниз. Я вот помню, когда были эти совещания, буквально как новости с фронтов. Кто-то инсайд выливает, Блумберг опровергает, ничего неизвестно, и все в напряжении. Вот такой блокбастер держит напряжение, по-моему, 2-3 дня. Самое интересное, что когда мы сидели на заседании ОПЕК, мы сидели в абсолютно, фактически, информационном вакууме, но при этом новости умудрялись выходить. То есть слив этой информации, он все равно регулярно происходил. Вот о том, что происходит на переговорах. Это, естественно, нас очень сильно, с одной стороны, удивляло, с другой стороны, оно добавляло, наверное, нервозность этим переговорам. Но результат был хороший, и вот мы добились этого, вы знаете, пришли к решению снизить добычу на более чем на полтора миллиона, миллион шестьсот баррелей. Вот из них Россия взяла на себя четыреста тысяч баррелей в сутки, там Саудовская Аравия в шестьсот тысяч баррелей в сутки. То есть все страны, в принципе, этот вопрос поддержали. Для нас было очень важно, наверное, присоединиться к этой инициативе, но вместе с тем мы благодарны нашим коллегам из стран-партнеров, которые с пониманием отнеслись к запуску Кашагана. То есть, естественно, ожидания наших партнеров были, что Казахстан ограничит добычу намного больше. Но нам удалось отстоять свою позицию, и 20 тысяч – это, в принципе, достаточно символическая цифра. То есть, в любом случае, то, о чем мы говорили в самом начале, запуск НСУС, Кашагана и Тингиза, проекты расширения, это ведь будущие проекты, они на горизонте 20-х годов выйдут на проектную мощность. Пока в 2017 году мы к этим инициативам присоединились, поддерживаем снижение добычи. Абсолютно верно, мы присоединились, поддерживаем. Но еще я хочу сказать, что, наверное, у нас за последние три года наблюдалось снижение добычи. Мы добывали на уровне почти 81 миллион тонн в 2014 году, и в 2016 году мы упали до 78. Но уже с этого года мы планируем планомерно наращивать добычу. В этом году мы закладываем для себя горизонт 81 миллионов тонн. К 2025 году мы уже планируем достичь 100 миллионов тонн. У нас как раз есть график по фактической и прогнозируемой добычи нефти в Казахстане. Мы можем его посмотреть сейчас. Вот вы его видите. Как раз то, о чем говорил Макзум Маратович. В 2014 году добыча 80,8 миллионов тонн. В 2016 году 78. И дальше планомерный рост. Макзум Маратович, может скажите, 17, 18, 23 год. Это все Тенгиз и Кашаган или еще есть? Фактически, да. С 17 по 23 год мы будем планомерно наращивать добычу на Кашагане. В 23 году у нас ожидается запуск проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении. Ну и мы в 2024 году планируем запуск центра компримирования Кашагана. Это вот проект, о котором я говорил. Позволит увеличить добычу с текущих 370, вернее запланированных в рамках первой фазы, в 370 тысяч баррелей до 95, 90, извиняюсь, до 450 тысяч баррелей. Ну, соответственно, в Казахстане 95-96 миллионов тонн в составе. Я хотел бы еще, наверное, здесь немного скорректировать. Сейчас мы уже приступили и к изучению, каким образом мы проект ЦК-01, центр компримирования, могли бы удешевить и ускорить. Поэтому те цифры, которые мы сейчас видели на экране, в 2024 год, это пока консервативный подход. Может быть, будет все. Может быть, и раньше. Может быть, и раньше. А вот те проекты, которые мы назвали, это такие знаковые проекты. Тингиз, который известен на весь мир. Ну, если не ошибаюсь, Шеврон в своем годовом отчете однажды называл его бриллиантом в короне международных проектов. Там на самом деле уникальное богатейшее месторождение. Кашаган, наверное, тоже всем известен, всем на слуху. И в Тени всегда находится Карачаганак, не менее крупный проект. Ну, там, наверное, он больше газовый и конденсатный. Если какие-то переговоры завершились по третьей фазе, если не ошибаюсь, стабилизация добычи жидких углеводородов, если вы, опять-таки, можете это озвучить, если корректно этот вопрос. Да, абсолютно корректный вопрос. Сегодня на Карачаганаке мы добываем 11-12 миллионов тонн жидких углеводородов ежегодно. Плюс порядка 17 миллиардов газа, половина из которых закачивается. Да, 17 миллиардов кубических метров газа. Половина из которых закачивается обратно в пласт. Для нас на Карачаганакском проекте важно поддержать эта плата в долгосрочной перспективе. И в рамках поддержания плата будет реализован проект, который называется Plata Extension Project или поддержка платы добычи. И в дальнейшем будет реализован проект, который называется Карачаганак Expansion Project. В рамках первого проекта ПЭП будет построен четвертый компрессор для закачки газа в пласт. Будет достроена кое-какая инфраструктура на перерабатывающем комплексе. В рамках Карачаганакского расширения Карачаганака будут пробурены новые скважины. Вот это все тоже нам предстоит в ближайшие годы осваивать. То есть пока это еще такой обсуждаемый, еще не утвержденный проект? Он пока еще не утвержденный, он нисколько обсуждаемый. Он сегодня уже на стадии такой, скажем, инжиниринговой реализации. То есть мы ведем сейчас все расчеты и занимаемся проектно-смертной документацией. Хотелось бы также вот еще один график посмотреть, который вот любезно был предоставлен нам. Это экспорт казахстанской нефти по направлениям. Здесь мы можем видеть экспорт нефти из Казахстана в 2016 году. Это мощность КТК, Каспийский трубопроводный консорций, Матераус-Амара, нефтепровод, Атасуала-Шанькова, направление на КНР, морской порт Актау и Оренбургский ГПЗ, и то, что транспортируется по железной дороге. Вот, Максум Моразович, спасибо, что вот такая подробная информация у нас есть. И, наверное, она интересна. Вот по морскому порту Актау и ситуация со снятием некоторых санкций со стороны Ирана. Очень интересно. В свое время были большие планы по перевалке нефти, в том числе и в направлении Азербайджана на европейские рынки, и в направлении Ирана. Вот сейчас с Ирана сняли санкции. Ну, некоторые, но не все. Раньше Казахстан поставлял нефть в Иран по своп-операциям. Ну, поправьте, может, не прав. В северные регионы Ирана наша нефть приходила, потому что они не такие богатые нефтью, как прибрежные. А на выходе Иран предоставлял нам нефть в самом Персидском заливе, свою, там, более качественную и так далее. Это хорошее направление, да, было? Это было очень хорошее направление. Сейчас вот со снятием санкций это направление может возобновиться? Насколько оно интересно нам, Ирану? Я думаю, это направление возобновиться может. Но сегодня санкции, на самом деле, до конца еще не сняты. Вот и существует еще ряд ограничений. Но я хотел бы отметить, что иранское направление действительно было очень выгодным для нас, потому что это было наиболее короткое плечо, логистическое плечо по доставке нашей нефти на Мировой океан. В лучшие годы Актауский морпорт, он переваливал порядка 11 миллионов тонн нефти ежегодно. Сейчас вы видели на экране около двух. Ну, здесь есть несколько ряд причин. Первая причина – расширился проект КТК. КТК. Да, он уже вот буквально в первом полугодии этого года, в первом полугодии 17-го года, расширение полностью завершится до 67 миллионов тонн. На сегодня направление КТК является одними из самых выгодных для нас. Вот плюс, так назвать, CPC-бленд, он продается... Сорт нефти, который на выходе. Он продается по очень хорошей цене. То есть там легкая нефть, тенгизская, карачаганакская. Сейчас у нас по этому направлению кашиганская нефть. Для нас это сегодня самое приоритетное направление. Но в любом случае мы с иранской делегацией встречались не так давно. Совместное изучение мы этого вопроса ведем. Я думаю, что иранское направление, наверное, в каком-то будущем может и восстановиться. Было бы очень интересно, я думаю. Тем более такие проекты есть. И вот справочно просто мы можем показать еще один график. Маршрут нефтепроводов. Маршрут, да, правильно? Не карта же. Маршрут нефтепроводов. Просто справочно для наших зрителей, как выглядит эта инфраструктура. Мы видим, что основной маршрут, это КТК обозначен, это Атераус-Амара. И затем есть маршруты, которые идут на, соответственно, Китай. Ну и вот здесь показаны еще по легенде, там можно посмотреть. Вот еще есть вопрос такой, наверное, всех астанчан беспокоящий. Да, была новость, что вот на базе университета в Казахстане, в Астане, реализуется проект по LPG. LNG. LNG, да. Ну, расскажите, если это возможно, опять-таки, да? Хорошо. Вообще, что такое LNG? LNG – это метангаз. Это то есть тот газ, который обычно транспортируется по трубе. Его путем глубокой заморозки при минус 162 градуса он сжимается в 600 раз. Газ превращается в жидкость, и его, соответственно, возможно транспортировать. Его нельзя путать с тем газом, который у нас продается в баллонах или на заправках. Тот газ у нас пропанобутановая смесь, этот, соответственно, метангаз. Вот буквально пару недель назад Назарбаев университет, они поставили соответствующие регозификационные установки. Это частная компания проинвестировала. И привозят сюда LNG-газ из России, из Екатеринбурга. Чем интересен для нас такой проект, как для профильного министерства? Вообще, вы знаете, что очень много говорится о необходимости строительства газопровода до Астаны. Ну, да. Естественно... Самая актуальная, наверное, тема. Да, это одна из самых актуальных тем, особенно в свете того смога, который был несколько недель назад. Но с чем сталкивается... В чем проблема, когда газопровод доходит, например, до города, где никогда не было газификации? Нет очень крупного потребителя. Вот я как-то изучал опыт Испании в газификации города Барселона. Так вот, Барселона была газифицирована с помощью LNG-газа. То есть в разных микрорайонах, в разных районах города. Точечных проектах? Да. Были вот такие газификационные установки. Привозился сжиженный газ. Он подавался в квартиры. Были выстроены сети. И за 15-20 лет весь город, в принципе, был уже газифицирован. И потом уже можно было к нему подвести магистраль. Магистральный газопровод. Вот с этой точки зрения этот проект для нас очень интересен. Во-вторых, он, естественно, новый проект, он инновационный. Поэтому мы этот проект очень сильно, естественно, поддерживаем. И мы считаем, что такой подход он абсолютно верный. Ну, то есть он в любом случае экологичнее, чем уголь или обычное отопление? Абсолютно верно. Метан – это самый экологически чистый газ, потому что он сгорает без остатка. Это сухой газ. Ну, вот 21 век называют в кругу таких футурологов газовым веком. Говорят, что если 20 век можно назвать нефтяным, то 21 будет газовым. Потому что по всем прогнозам доля газа в энергобалансе мировом будет возрастать. Абсолютно верно. Да, ну, может быть, опять-таки вопрос забегающий далеко вперед. В Астане, возможно, там потенциально газификация, допустим, там каких-то там, если не всего частного сектора, на который больше всего нареканий в связи с углем, но вот там каких-то ТЭЦ или крупных объектов в будущем, в обозримом будущем. Или, может быть, какие-то есть нерешенные проблемы в связи с этим? Ну, конечно, все будет зависеть от экономической составляющей и вообще от способности оплачивать за этот газ. Потому что он будет ненешевым. Кастрансгаз изучал, была даже создана целая компания когда-то, Астанагаз. Было сделано ТЭУ и ПСД по газификации Астаны из северного, так называемого, северного маршрута. То есть должны были запитаться в Кустанаве и привезти газ сюда через Кухшетау, Боровое и Астану. Сейчас есть, изучается альтернативный проект. Это газификация Астаны за счет, так называемый, южный маршрут, газопровод Сарарка. Мы его сейчас называем. Вы знаете, мы построили Бенио-Базуй-Шимкент. И в районе Казларды, в Казлардинской области, есть компрессорная станция, сейчас строится, называется Караузик. Вот технически возможно построить газопровод от КС Караузик через Жизказган, Хараганда и на Астану. Проект очень интересен. Сейчас он проходит экологическую экспертизу. И в первом квартале мы ожидаем, что государственная экспертиза будет уже на этот проект выдана. И после этого будем, наверное, изучать его со стороны возможности Кастронсгаза финансировать данный проект. Как я уже говорил экономическую составляющую. Вопрос о цены. Это получается где-то там полторы тысячи километров, да, на вскидку от компрессорной станции до Астаны? Фактически, да. Чуть меньше. Это где-то раза в два, наверное, газ должен быть дороже, чем на юге, да, условно? Ну, фактически газ должен быть очень, он, конечно, не дешевый. Наверное, это что-то вблизи мировых цен должно быть, да, наверное? Фактически, да. То есть вопрос цен. Можем, но готовы ли вы за него платить такую цену? По газу, если затронули, там, может быть, вкратце итоги для газовой отрасли. Потому что газ у нас всегда в тени бывает нефти. И основные объемы у нас закачиваются в пласт для поддержания давления. Да, может быть, какие-то есть успехи в газе, по газовой отрасли. Потому что, если не ошибаюсь, в 2016 году добыча газа, наоборот, выросла, да, у нас? У нас добыча газа в прошлом году выросла. И в последующие годы мы ожидаем, что она тоже будет продолжать расти. Будет наращивать добыча. В газовой отрасли, в принципе, все складывается достаточно неплохо для нас. Мы являемся сегодня неттоэкспортером. В прошлом году мы экспортировали 12,8 миллиардов кубометров газа. Но с точки зрения газа, да, газ все-таки это социальный продукт. И очень важно, что продолжается газификация нашей страны. И за прошлый год газификация страны достигла, превысила 46%. Население сегодня имеет доступ к газу. То есть за год газификация возросла на 3%. Теперь в этом году у нас предстоят достаточно большие проекты газификации города Талдыкурган. Газификация части западно-казахстанской области, Жамбылской области, Козлаждинской области. То есть газификация будет продолжаться, и она должна продолжаться активно. Вот такой еще вопрос. Наверное, он связан больше с Назарбаев университетом. То, что новый проект Амблизон. В Казахстане пройдет в Астане выставка Экспо 2017. В плане энергетики Казахстан может ли, или презентует ли что-то? Может, опять-таки, если это какой-то секрет, то извиняемся. Может быть, что-то там действительно будет такое интересное, что мы представим миру в плане энергетики, или может быть, альтернативной энергетики, если это в круг вопрос. Никаких тут секретов нет. Мы эту работу проводили абсолютно открыто. Наше министерство является ответственным за подбор проектов для казахстанского павильона. Мы отобрали 27 проектов отечественных ученых. Была создана целая научно-техническая комиссия по выбору этих проектов. И проекты у нас есть как в сфере альтернативной энергетики, так и в сфере энергоэффективности, в сфере экологии. Я думаю, всем посетителям выставки будет интересно, чем живут и какие разработки есть у наших ученых. Но мы решили этим не ограничиваться. И вот по инициативе министерства, по инициативе нашего министра энергетики, Базумбаев Ханат Алдебергеновича, был проведен конкурс стартап-проектов. Мы пригласили одну очень креативную команду, которая помогла нам за короткое время через соцсети, через активную рекламу в соцсетях собрать в Астане 30 команд. Извиняюсь, 100 команд. 100 команд, которые привезли свои разработки со всего мира. При этом эти 100 команд были выбраны из более чем 670 заявок. Там 670 заявок поступило даже из таких экзотических стран, как Свази Лент и так далее. Соответственно, 100 стартаперов сюда приехали. Мы пригласили очень известных в кругу возобновляемых источников энергии экспертов. То есть жюри у нас было порядка 10 человек. Это были представители Израиля, Китая, Индии, Великобритании, Норвегии, США. И на протяжении одного дня все эти 100 стартаперов презентовали свои проекты. Было очень интересно, очень креативно. Я сам, честно говоря, получил достаточно большое удовольствие, посмотрев, как сегодня можно за буквально 2 минуты продать свой проект. И из 100 проектов 30 проектов были отобраны. Они будут на выставке Экспо презентованы. Мы как раз, да, мы эти 30 проектов планируем представить тоже на выставке Экспо в нашем павильоне. Ну, как инициатива Министерства энергетики. Максим Морозович, ну, вот в завершении передачи, да, не могу не задать вот такой вопрос. Мы его всем гостям вот задаем, да. Каким вы видите вот там будущее через 10-20 лет, да? Учитывая ваш огромный опыт там в структурах газмовой газы в Министерстве, да, вот. На ваш взгляд, вот нефтегазовая отрасль, да, отдельно может быть нефть, отдельно газ, они в глобальном энергобалансе, ну, по всем прогнозам, там в физическом выражении потребления одно и то же, а в мировом энергобалансе, с учетом того, что там какие-то другие источники развиваются, она снижается, да. Но вот на ваш взгляд, вот эти прогнозы, они актуальны, реализуются они, или может быть это на самом деле очень далеко после 30-го года должно быть. То есть вот есть ли такой, так скажем, запас у нефтедобывающего государства, чтобы перестроиться, допустим, перестроить экономику? Я думаю, вот у нашей стороны, как у нефтедобывающей стороны, прекрасное будущее. И несмотря на то, что структура баланса, вот как вы сейчас правильно заметили, будет меняться, но нефть и газ, они будут все равно оставаться доминирующими энергетическими продуктами. Понятно, что сегодня основным драйвером применения нефти являются наши автолюбители. С учетом того, что сегодня мы видим, как быстро развиваются такие направления, как вот автомобили Тесла, другие компании сегодня, да, электроавтомобили делают, водородные уже там, говорят, будут совсем скоро. Тойота вот, как они запускают, уже какие-то модели там. Да, и совсем удешевленные. То основным драйвером будет нефтехимия. То есть в ближайшие годы мы будем видеть рост среднего класса в мире, заметный рост. Соответственно, рост среднего класса, он подразумевает рост потребления. А рост потребления, он в любом случае будет связан с потреблением продукции из пластика. Все, что связано с нефтехимией. Поэтому для нас, для нашей страны, очень важно развивать это направление. Спасибо большое, Макзум Морадович. Я напоминаю, у нас в гостях был вице-министр энергетики Макзум Мирзагалеев.